Привет, друзья! Мы в Ашане. Тут какие-то бурные распродажи вин, но сегодня сделаем акцент на шампанском, но впрочем не только. Узнали этого парня, да? Это знаменитый Дионис Руденко, винный эксперт. Добрый день! Наш алкотестер, прославленный. Друзья, подписчики, всем привет! Мы добрались наконец до Ашана, который тоже очень просили. И мы сегодня будем с вами говорить о различных игристых, о том, какие они бывают, потому что у нас на дворе с вами преддверие Нового Года. Мы все это отмечаем всегда с игристыми винами. И давайте поговорим о том, какие они вообще бывают. Наверное, самое популярное игристое, которое продается в России в огромных количествах, это игристое того региона итальянского, с которого я только что, буквально две недели как приехал, где я перепробовал это всего в огромнейшем ассортименте. Там, я не знаю, 50-60, 100 наименований, я даже не могу точно сказать вам сколько. И пошел в Ашан, потому что здесь дешевле, да? Ну, я нет. Себя-то я, понятно, привез из Италии, да, но... О людях тоже решил подумать. О людях тоже надо подумать, да. Молодец, молодец. И вот, соответственно, самая, наверное, популярная категория сладкого и игристого вина, который продается в России, это очень душистое, очень ароматное и игристое вино, которое производится в итальянском регионе Пьемонт, в том местечке, которое называется Асти. Вот, чтобы вы понимали, Асти – это название, в общем-то, деревушки в Италии, вокруг которой расположено огромное количество виноградников сорта «Мускат белый». И из этого сорта «Мускат белый» огромное количество самых разных производителей делает игристое вино, почти всегда сладкое. Только сейчас появилось, буквально вот несколько лет назад, стала более и более активно продвигаться категория сухих мускатов, но в основном Асти – это сладкие вина, и у нас на полках в России в основном представлены очень крупные производители, всех, каждый из которых вы прекрасно знаете. Крупнейшие производители зоны – это винодельня «Тости», винодельня «Канти», винодельня «Чинзана», винодельня «Занин», винодельня «Мандора», винодельня «Мартини», конечно же, и винодельня «Ганча», которая, кстати сказать, принадлежит нашему соотечественнику с недавних пор – это старейшая винодельня «Зоны», которую выкупил наш с вами соотечественник Рустам Тарико, который сейчас принадлежит ему. Ну, что это такое? Это очень душистые, очень яркие, очень интенсивные, сладкие, игристые вина, которые, в принципе, все крайне близки по качеству. И если вы любите Асти, то по большому счету дальше, внутри этой категории, вы можете выбирать строго по этикетке, строго по тому, какая вам больше нравится и какую вы больше хотите видеть на своем праздничном столе. Потому что содержимое этих бутылок, по большому счету, отличается весьма и весьма мало, равно как и ценники. Вы видите, что ценники на все бутылки находятся в диапазоне от 650 до 800 рублей. И это, в принципе, как бы такая более-менее стандартная цена. Но это нормально для них или можно искать какие-то скидки? Можно искать скидки, они часто бывают, особенно если вы включаете не кого-то из биг-брендов, а то, что вот мы сейчас вам показываем, это все биг-бренды, производящие миллионы бутылок. Но кроме миллионов бутылок существуют еще и мелкие производители, которые могут сильно варьироваться по цене, кто-то быть дороже, кто-то быть дешевле. И иногда можно попасть, найти бутылку и 450 рублей, и 500 рублей. Но это, в принципе, вот такая сладкая, низкоалкогольная. Во всех этих винах 5, 7, редко 9 градусов алкоголя. Так, они не хмельные, они очень обычно сладкие и очень душистые. Это категория асти, которая, в принципе, очень любима у нас в народе. И я знаю огромное количество девушек, которые просто считают, что он не тратит решение. Но из всех блисток, которые только бывают. Хорошо, извини, я тебя перебью. Я тут заметил хоть странное вино, которое дороже, чем твое асти. Но причем одна бутылка какая-то мутная, другая нет. И стоит это аж 937 рублей. Не могу объяснить, что это такое? Да, это такая совершенно популярная в последние годы, совершенно необъяснимая для меня история. Дело в том, что последние пару лет во всем мире, не только в России, стало популярно пить какие-то странные винные напитки. Это не совсем вино. Если мы посмотрим на цену, если честно, напиток винный сладкий. По одной простой причине. В этот винный напиток добавлено, это вот вы видите, розовое вино, по сути дела. Да. Розовое сладкое вино. Но. А что ты там закрыл рукой? Оно не вполне вино, потому что в него добавлен пищевой перламутр. И если взять эту бутылку и раскрутить, то вы увидите потрясающую картину. О, Боже. Что это? Шампунь? Это шампунь. Просто немного шампуня в шампанском? Немного шампуня в игристом вине, и почему-то, по какой-то непонятной мне причине, последние несколько, там, 2-3 года, вот такие напитки, напитки вот такого цвета, который у людей моего возраста ассоциируется только со стеклоочистителем. Ну да. В нашем детстве такой нексенол, которым стекла мыли. Да, был еще динатурат, но он был фиолетовый. Да, с которым то же самое делается, раскручивается, и вот оно, пожалуйста, все такое праздничное и красивое. Да? Попробуй. Да. Ну, это почему-то стало популярным. Стоит бешеных денег, стоит тысячу рублей, и это не самая высокая цена, но почему-то, говорят, продается бешено просто фурами. Но про синие я тебе могу сказать, да, потому что синее можно просто перелить в другую емкость, в емкость от стеклоочистителя, и просто на аспору его пить, да, и спорить со всеми, там, на 5 тысяч рублей, спорим, я выпью стекло, и ты выпиваешь, да, и как бы все нормально. Вот, ну это понятно, что это винный напиток с красителями, с ароматизаторами, с порошком пермамутровым. Ну, нет, если вы хотите приколоться, конечно, пить это, наверное, можно, я честно скажу, я не пробовал, мне страшно. Но, я рекомендую, не возьму. Слушай, кстати, смотри, я вот недавно выкладывал эту боску, я не могу, конечно, сказать, что это отличное вино, вот, просто игристое, там, но тут оно стоит 569 рублей, а на сайте Вайнстрит оно что-то 270, там, нифига себе. Ну, боска это не вино, боска это винный напиток, это тоже вода, вино, ароматизаторы, ну, тоже вот почему-то очень популярное, мне не понять. Ну, отравиться же этим нельзя, правильно? Отравиться этим нельзя, но это какие-то такие леденцы, разведенные в вине с добавлением воды, чтобы не очень алкогольное, тоже ни в коем случае не буду рекомендовать, но если для вас мускат это слишком интенсивно, потому что мускатные вина, они прям броские, такие яркие, леденцовые-леденцовые, то есть другой вариант. Мы, опять же, все еще остаемся в категории сладкого вина, и мы переходим к ламбрускам. Про ламбруско мы уже говорили, что это регион Эмилии Романия, и у нас с вами есть несколько видов ламбруско. Когда вы видите, написано просто ламбруско, ламбруско с пумантой, то это означает, что это вино будет таким сладким, душистым, с ароматом черных ягод, черноподной рябиной в первую очередь, немножечко терпким, немножечко тонинным, таким, но есть вариации. Вот если мы посмотрим вот сюда вот, бутылка вроде бы стоит не дороже, но написаны странные слова. Ламбруско, соломино, де Санта-Кроча. Это уже не абы какое ламбруско, это гораздо более интересная и деликатная тема. Это вино сделано из одного конкретного сорта ламбруско. А вы помните, я вам рассказывал, что в ламбруско существует много, целый ряд сортов, и вот соломино, это один из подвидов, у которого гроздь винограда выглядит, как колбаска-салями. Поэтому оно и называется, собственно, соломино. А, понятно. Вино гораздо чуть более интенсивное, более сочное, более плотное, чем обычная ламбруско. И в принципе, вот 458 рублей для него абсолютно адекватная и справедливая цена. Слушай, а вот там слева еще такое, тоже, или это уже другие какие-то? Это другие варианты. Это белая ламбруско Амабили Дели Эмилия, розовая, бывают они красные. Все три вида разрешены. Но, когда вы покупаете ламбруско, надо быть, впрочем, как и астия, надо быть весьма аккуратным, чтобы не купить вот такое вот. Потому что на внешний вид, вроде бы, то же самое ламбруско. Но если вы внимательно присмотритесь к этикетке, то здесь написано Денаминасьон Диориджин Контролата, гарантированный регион происхождения, контролируемый. А здесь такой надписи нет. И вот интересный вопрос, а почему его нету? А по одной простой причине. Это чистая, как бы вам сказать помягчато, без мата, обман. Это чистый обман, потому что это вина... Наливалово, да? Это наливалово, да. Это чистая наливалово российская. Наливалово чистой воды. Да, потому что это вино, конечно же, произведено в России и незаконно, естественно, использует имя региона. Потому что из чего оно сделано, как оно сделано и кем оно сделано, это большой вопрос. Но, поскольку у нас очень слабо законодательно контролируются родные имена, то покупатель должен быть очень внимателен, чтобы, когда он собирается купить нормальное, хорошее итальянское вино, не купить вино с тем же самым наименованием, которое сделано и развито в России. В игристых винах это встречается особенно часто. У нас встречаются и асти, и ламбруска, и вообще почти все, что угодно. Да, естественно, конечно, у нас встречается просекка, но которая не сладкая, и мы сейчас дойдем, и про просекку тоже поговорим. Она тоже встречается такой, имитацией, мимикрия. Смотря, вот еще один огромный стеллаж. И тут встречается, кстати, очень много вин, про которые задают вопросы, да, дорогие наши зрители, и Абрау, и те же Боски. Этот стеллаж, это наша общая боль, это трагедия российского и убийстого сектора. Потому что то, что вы видите перед собой, вот это Абрау Лайт. Вот эта вот милая вещь с надписью Олигарх. Подожди, подожди, где? Да, вот это Олигарх. А, он еще полусладкий. Он полусладкий, естественно. Олигарх же сладкий должен быть. Ну, я не знаю, для кого там, может быть, для кого-то еда. Вот, всякие вот эти вот муската, спарклинг, вайн, дринк, спуманты и все прочее. Это все винные напитки, это вещи, которые по химическому составу пить можно. То есть вы не умрете немедленно и сразу. Но вообще говоря, это замес из вина, воды, углекислого газа, который добавляют из баллона. На тачке привозят баллон, подключают, значит, раз, как он говорит, сифон большого размера. И немножечко всяких ароматизаторов фруктовых, прочих. У нас там был с перламутровым порошком. Вот это то же самое, только труба пониже и дырь пожиже. Слушай, извини, меня осенило. А можно купить стефон, налить вина и получить шампанское дома? Вот такое же, вот такого же качества. Серьезно? Да, ну, вот это вот оно. А туда надо что-то добавлять? Ну, воды разбавить тогда. А, еще воды разбавлено. А, слушай, тогда покупаешь какой-нибудь полусладкий шмурдяк, да, или сладкий. Своей алкоголь 7,5. Покупаешь нормальное игристое вино 12 или обычное тихое вино, там, 12-14 градусов. Так. Добавляешь половину воды, досыпаешь пару ложек сахара, в сифон, и вот это вот оно и все. Слушай, я обязательно попробую приготовить шампанское, я натолкнул на мысль. Это будет не шампанское, это будет напиток олигарх. Ты почувствуешь себя олигархом. Это будет олигарх, скорее всего, а не олигарх. Вот. Ну, хорошо, да. То есть здесь ты ничего не рекомендую? Нет, здесь я категорически ничего не рекомендую. Винные напитки, это вообще как бы только по крайней бедности. Подожди, слушай, да ну люди же как бы не имеют, что денег нет. Давай их успокоим, по крайней мере, в том, что этим нельзя отравиться. Этим нельзя отравиться. Просто с точки зрения эстета, да, это невкусно. Лоска продается миллионными фурами, огромными, ее возят сколько угодно. Абраулайт продается миллионными фурами. Я думаю, что вот эти вот всякие герсели, олигархи, лучианы и прочие вот эти вот имитации итальянские, они почему-то все имитируют итальянские названия. Вот вы видите, да, там герсели, лучианы. Это все такой вот, пить можно. Денис, у нас в обувной промышленности все то же самое. У нас, когда сюда приезжали итальянцы, в арене перестройки, они дико ржали, потому что у них известные фамилии обувщиков, это обувщики. А то, что у нас все эти Карло Пазолини и прочая хрень, так они говорят, это же у нас династия каменщиков каких-то слесарей там и черти кого вообще. Ну вот, больше тебе скажу, когда итальянцы смотрят наши фильмы про Уно Мамента, они вообще со смеха умирают. Так что вот это вот примерно Уно Мамента. Я тебя понял. Послушай, а вот здесь стоит Абрао Дюрсо, но Абрао Дюрсо это же не шипучка. Нет, это уже игристые вина, но это игристые вины самого младшего сегмента. Так же, как вот они стоят здесь, Абрао Дюрсо, это привозное импортное вино, разлитое в России по бутылкам, шампанезированное. Все, даже не Абрао? Нет, это не Абрао, это младшая линейка, которая, это вино привезенное из ЮАР обычно, шампанезированное и разлитое по бутылкам. А зачем же его тогда вот продают за Абрао? Или Абрао его делал? Потому что он сделан предприятием Абрао. Ага, то есть вот он, у них же свое шампанское есть. Здесь же нет надписи географической указания, что виноград выращен. Так, а вот там, по-моему, хороший Шато Тамань, ты же его хвалил как-то. Шато Тамань, это совсем другая история. Вот здесь же вы видите надпись, значит, игристые вина с защищенным географическим указанием. Это вино, собственно, из собственного винограда. Муската, золотая балка, Крым, это уже игристые вина. В этом и состоит самая большая проблема российской винной полки, что вперемешку стоят винный напиток, вино, произведенное в Москве, игристые вина. Вино, произведенное из импортного вина на юге России. Вино, произведенное в Санкт-Петербурге. И вино, произведенное из собственного винограда на Тамане. И все они стоят за меси. В общем, плюс-минус одни и те же деньги. Но благодаря тебе люди наконец-то узнают, какое брать. Ну вот если не знаете, да, в данном случае я бы рекомендовал все-таки там Тамань Золотая Балка, потому что, по крайней мере, это российский виноград. Это все-таки все равно базовые полусладкие вина, от которых не ждите многого, ничего хорошего, там такого яркого и впечатляющего, конечно же, не будет. Но тем не менее. Так, а что такое вот это Бризанте? Бризанте – это вино, которое является не совсем игристым. Вот здесь на английском языке дана расшифровка – слегка игристое вино. Это почти игристое, почти шампанское, но только газа поменьше. Ну так отлично, меньше в облах, в бокале болтать можно. Вот, соответственно, вот этот термин означает, что он такой слегка игристое. Термин итальянский, итальянцы такие вина очень любят. Ты же знаешь людей, которые считают, что вот это железочка, которое на пробке, как она называется? Мюзле. Ну, зле, да. Мюзле специально нужно для того, чтобы народ им потом в бокале болтал. Нет, я знаю людей, которые на Новый год сжигают бумажку с желаниями. Вот этот пепел высыпают и выпивают – сбудется. Поверьте мне, нет, не сбудется.